Добрый вечер, шановные коллеги. Мы начнем с вашей конференцией в вашей увазе главный тренер команды «Мариуполь» Александр Бавлович. Пан Александр, пожалуйста, ваши комментарии. Мы играли 5-3-2. Это уже третий матч в какую-то тактику. В основном мы эту тактику использовали с нашими грандами. В принципе, сегодняшний матч был уже более качественный. Считаю, что в предыдущий матч в Мариуполе мы тоже где-то не стручивали поражение. Но сегодня мы добились положительного для нас результата. Куча много сил потратили, но мы рады, благодаря ребятам, что они готовы вылететь психологически, что немаловажно, и функционально выдержали до конца наше перестроение как в обороне, контакты моментами по атакующей линии. Дякую. Будь ласка, шановные коллеги, ваши запитания. Будь ласка. Вот, личный вопрос, в том, чтобы там какие-то домыслы, умыслы, укач, а после этого матча не стоит попробовать задержать команды Ида Чарес? Возможно, от какого-либо выбирал? Ну, наверное, у нас пополнится уже с нового сезона, сейчас он никак не пополнится. Если все, кому-то намекают, найдут какие-то бонусы с третьей стороны, то мы, поверьте мне, так же самое, агрессивно работали против шахтера. Не имеет никакого повышенного финансового интереса. Потому что здесь не стоит ничего кататься. Мы смотрим свою таблицу, мы смотрим на свою команду, на свои очки, и уходим и играем, так сказать, за имя, играем за свое имя, за клуб. И сегодня у нас получилось. У вас есть шансы отражать в Европу. Вы уже думали про то, где будете играть, что ярче еще отражать? Ну, это больше не просто заниматься. Я знаю, что работают над этим пару стабильонов, вы должны были о них заявить. Еще до Европу нам далеко, через 2-2 тура. И все, опять же, плотность турнира таблицы настолько большая. Последний матч у нас были на выезде с Вересом, с нашим турниром конвейер. Поэтому мы радуемся и довольны тем, что мы сегодня добыли очко, но борьба продолжается за последний матч. Глазки, сейчас окраине будет. До свидания.